у меня была проба мы вместе с человеком идущим раз рядом со мной по жизни написали психологический детектив войну нервов и цену любопытства две повести мы пустили книгу и художественную до художественную ну это психологический детектив я был очень удивлен когда на одном из концертов подошла женщина через молитвы сказал там продолжение у вас ничего больше нет то есть что считал это неудачным писательским трудом абсолютно неудачным да то есть вот от писательского либо минимального скажем так речь не идет о каким то что там же не у меня не существует нужно терпение нужно но многое что нужно похоже этого не произошло игра воображение какая то есть вот как может быть в песнях вот писательского наверное может я сейчас там через пару тройку лет или там через пять лет успокоюсь вот уже никуда бежать не надо уже будет понятно что вот и тогда вот можно будет сесть и может быть оформить какие-то мысли начать писать была такая история я со своим близким московским другом его бывшая подруга ехали в машине мы остановились около магазина пошли в магазин оставили и слушать диск и и когда мы вернулись через 40 минут она сказала вот эти слащавенькие песни в сторону а вот эту песню пожалуйста еще раз по громче я никогда не слышала чтобы так красиво написали о смерти белокурой песни в черном плаще расставляла повсюду слепые клише нет ее слаще нет ее злей она красотой убивает людей вокруг тебя всегда круговерть твое имя смерть твое имя смерть кому-то в сладость кому-то в боль я рад что мы не знакомы с тобой кого-то разденет злую метель кого-то просто затащит постель и там любовью сожжет дотла и пустит в дело колокола она всегда в ожидании гостей у нее нет подруг у нее нет друзей но корзины цветов у ее ног ее любовник господи бог вокруг тебя всегда круговерть твое имя смерть твое имя смерть кому-то в сладость кому-то в боль я рад что мы не знакомы с тобой ее жилище цветы и кресты она в преисподнюю строит мосты летучий голландец уносит вдаль невинные души ее урожай мы с ней зигзагами день за днем незримо навстречу друг другу идем а я решил чему быть там быть а просто не думать о ней а жить вокруг тебя всегда круговерть твое имя смерть твое имя смерть кому-то в сладость кому-то в боль как жаль что мы не знакомы с тобой я помню как мой друг мне позвонил я уже был очень матерым артистом я года два бороздил просторы нашей родины жил в киеве в съемной двухкомнатной квартире ездил на автомобиле пежо и считал себя очень богатым в этой ситуации человеком и вот мне звонит мой товарищ говорит что есть очень талантливый банкир вы не видеть как бесполезно уходят года но он как бы не знает насколько он талантлив и он хочет показать вам свои песни вот он приехал я помню на каком-то двухметровом линкольне весь двор в котором я жил просто выстроился по стойке смирно там испугались бабушки во дворе что не вот он зашел мы с ним познакомились он взял я так как-то тоже напрягся он взял гитару стал не петь свои песни и я понял так что да этот парень талантлив я только не понял другое то есть зачем ему это надо в этой ситуации я говорю но вот вы видите как я живу и как вы живете у вас машина стоит дороже чем этот дом весь где живу а он где-то мне плевать на на тоже я хочу жить так как вы я хочу вот жить за счет того что петь свои песни чтобы их слушали если мне еще за это будет платить так это вообще вот я говорю ну тогда волкам на нашу студию и вперед и я помню что вот он одну или две песни записал на на нашей такой вот на скорую руку собранной студии потом он уже записывался в другом месте вот и смотрите это сейчас наверное самый популярный один из самых популярных артистов в русской германии берлин сам по себе очень город большой но уютный для жизни очень мягкий город очень толерантный город иностранцам здесь комфортно потому что город сам многонациональный все больше стирается там различия между западным и восточным берлинам надо сказать честно что пытаясь изменить облик восточного берлина туда меня эти очень новые технологии при этом что западный берлин скажем так где-то и отстал по современному строительству некоторых местах можно из же во многих местах восточный берлин более привлекательных мы сейчас в восточном берлине весь исторический центр находился на восточном берлине отстроен просто великолепно не уступает другим таким столице так уж и план венопариж и продолжу фразу хорошая песня это хорошая песня это песня которую вы с утра напевает под камер плац был построен уже за эти годы вообще сложно написать хорошую песню вадима кузина песню написать мне не сложно небольшой но довольно так модерновый петчок стекла современных небоскребов то есть это не какой-то процесс мучения большой это наверное назовем так это избавление от того что внутри вот оно вышло и выходит очень быстро во время нового года скапливается тут в районе это поломиллиона людей просто пришедших сюда встретить новый год с потоками шампанского с петардами и дальше уже как получается душа душа утешь и боль спокой родная душа родная душа в ненасти ответ утром укрой ты приедешь под полночь одна сядешь рядом с бокалом вина яркий свет от дрожащей свечи наши чувства разбудит в ночи унесу я тебя на кровать будешь сладко меня целовать будут лаза широкой рекой буду я наслаждаться тобой родная душа родная душа утишь и боль успокоит родная душа родная душа родная душа в ненасти от ветра укрой я проснусь буду рядом лежать о тебе я буду тихо мечтать утро грядь лучами тепла так приятно ты рядом спала ты проснешься с заботами дня мягко нежно обнимешь меня ты не спишь не живнешь милый мой я не сплю я любуюсь с тобой родная душа родная душа утишь и боль успокоит родная душа родная душа в ненасти от ветра укрой на море Голубь сядет на наше крыльцо на твое посмотрю я лицо И в счастливые эти глаза, чтобы их не коснулась слеза. Голубь взмахом поркнёт в небеса, стану верить опять в чудеса. Наши чувства сильнее огня, и судьба ты моя, я твоя. Родная душа, родная душа, утешь и боль, и спокой. Родная душа, родная душа, в ненастье от ветра укрой. Родная душа, родная душа, утешь и боль, и спокой. Родная душа, родная душа, в ненастье от ветра укрой. Ты приедешь под полночь от дна, сядешь рядом с бокалом вина. Наши чувства разбудят его ночи, яркий сирен от дрожащей свечей. Сейчас сколько ты тратишь время на написание песни? 15 минут. 15 минут ты засекал? Ну, условно, 15-20 минут. Я написал первый раз песню в Москве, для Москвы это не новая, здесь пишется столько всего, это новая для меня. Что это произошло в первый раз здесь? Это песня «Я возвращаюсь к женщине своей». Ну, не знаю, было, наверное, настроение такое, появилось словосочетание «Я возвращаюсь к женщине своей». И как бы вот нужно было как-то вот эту фразу именно облечь смысловую канву, да, появилась эта песня. Дороги весея, балаганы, храмы и линчевание блудных, бесполезных лет. Пророчество печаль и преклонной дамы, что без нее мне мест в этой жизни нет. Я пролистал последние страницы своих бесславных и победных дней. Успев свободы сладостной напиться, я возвращаюсь к женщине своей. Букет цветов, молчание, свечи горящие, глоток шампанского за боль прошедших бед. И пробуждение, протрезвление, чувств погаши, и понимание для меня иного нет. Я пролистал последние страницы своих бесславных и победных дней. Успев свободы сладостной напиться, я возвращаюсь к женщине своей. И свет воздушных замков, светских балов, и сладость горькую в греховном вещем сне. Отдать готов, забыли дорог усталых, которые ведут назад к тебе. Я пролистал последние страницы своих бесславных и победных дней. И успев свободы сладостной напиться, я возвращаюсь к женщине своей. И будет мир еще с ней светел, нам эту жизнь твоим прожить дано. И мы опять, как свежий майский ветер, как первое весеннее тепло. Я пролистал последние страницы своих бесславных и победных дней. Успев свободы сладостной напиться, я возвращаюсь к женщине своей. У тебя есть песня «Сколько стоит покинуть родину». Вот ответь сейчас в эфире Шансон Тойн, это вопрос, вот действительно какую цену платит человек, который покидает родину и переезжает не просто в другую страну, но в другой мир. Высокая цена. Для многих это очень высокая цена. Думаю, что еще лет пяток, максимум 10, восточный Берлин будет выгодно отличаться в лучшую сторону. Для многих оказалась цена очень высокой, а для многих даже и последней. Потому что волны эмиграции происходят в пике кризиса. То есть, когда люди, думая, что вот все, конец всему ничего же хорошего не будет, они как бы принимают решение. И для многих, когда мы говорим, кому хорошо в Германии, все одновременно сходятся к мысли детям и старикам. Когда я захотел купить машину, ну и пришел к своему знакомому, который торгует, ну и начал говорить, что я хочу она послушать. Ты в Германии покупаешь машину неправильно. При всем том, что Германия сделала настолько много для интеграции людей и продолжает делать. То есть, она создала, нужно где-то снять шляпу перед Германией, перед немецким народом, что она сделала для этих переселенцев. Я тебе сейчас научу, как правильно покупать в Германии машину. Во-первых, самое последнее, ты должен посмотреть на ее пробег. Это неинтересно. Но, к сожалению, кроме материальной интеграции, существует еще и духовная интеграция. Обычно трехлетняя машина в Германии теряет половину цены. Обилие русских каналов, обилие русских газет, русских магазинов, русских концертов в Германии говорит о том, что вот все-таки многие люди, их как повисли, да, они как бы... Они там живут, да, все... Может быть, для них это хорошо и многие вещи. Но после того, как человек покушал, уже никуда не хочет. Ему нужна духовная вещь. И он говорит, давай мы найдем где-то из Баварии директора крупной фирмы или банкира, который три года ездил на машине, полностью ее очень хорошо эксплуатировал, обслуживал, и там большой пробег. То есть он уже наелся, да, это уже не надо, да. И вот это вот для многих оказалось сложной задачей именно оторваться. Поэтому сейчас очень... Телевидение, шансон ТВ в Германии идет. Люди переключаются, смотрят. Выяснилось, что такая машина стоит практически в четыре раза дешевле, новой. Из-за вот этого большого пробега ее ценность сильно уменьшена. Если на ней ездил человек, для которого обслуживание машины выше денег, значит, она находится практически в идеальном состоянии. Если будете покупать машину в Германии, не обращайте внимания на пробег, потому что все детали при правильном обслуживании они заменены уже. Я в этой песне «Сколько стоит покинуть родину?» Есть такая фраза. Нас еще назовут когда-то поколением транзитных людей. Обратите на ее состояние. Из каких рук, самое главное, вы ее берете? И тогда вы можете экономить определенную энную сумму денег, получив то же самое. Где-то многие люди, взрослые люди, не реализовавшись в Германии, они все-таки выступили мостом для своих будущих поколений, для детей. У нее неделю назад сын летел на учебу на год в Канаду. Дочь учится в Лейпциге в университете на истории искусств. Я такой специальности знал. То есть для меня, как бы, вот с точки зрения приложения к жизни, вот она изучает картины, архитектуру. Дочь начала изучать испанский. Знает французский хорошо, английский, немецкий, русский. Решила учить испанский. В следующем году заканчивает университет. И хочет работать или в Англии, или в Бельгии. Вот я же говорю, что вот эта песня «Сколько стоит покинуть Родину», она вот, нас еще, мы транзитные люди, мы мостинг, они питают другую культуру, они живут, они немцы. Родители живут в Германии, они живут в Баварии много-много-много лет. И счастливы тем, что они уехали с тех мест, в которых долгое время жили. Я считаю, что именно у них. Они живы, в здравстве. Для них уезд в Германию – это было, в общем-то, большое благо. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы с детства разве расселим, Хоть оба от одной крови. Со старшего обычно спрос, У младшего в соплях весь нос. Ты спрашивал, я отвечал, Ты отменял, я молчал, Ты презирал мои стихи, Я искупал твои грехи. Я бесконечно рвался в бой, Я пред судьбой всегда ногой. Ты же не познал ни взлет, ни крах, Ты перед Господом монах. Ты спрашивал, я отвечал, Ты отменял, а я молчал, Ты презирал мои стихи, Я искупал твои грехи. Лежал не раз я двух конца, Через всю спину два рубца, А палачи кричали встать, Четвертовать, четвертовать. Ты спрашивал, я отвечал, Ты отменял, я молчал, Ты презирал мои стихи, Я искупал твои грехи. Все, что я в жизни сохранил, Тебе не думая вручил, Ты же видел каждый раз во сне Меня распятым на кресте. Ты спрашивал, я отвечал, Ты отменял, а я молчал, Ты презирал мои стихи, Я искупал твои грехи. Не бросал на ветер слов, Она ломала немало дров, Когда застал тебя я с ней, В постели с женщиной моей. Я спрашивал, ты отвечал, Я обменял, а ты молчал, Ты презирал мои стихи, Я отпустил твои грехи. Я спрашивал, ты отвечал, Я обменял, ты молчал, Ты презирал мои стихи, Я впустил твои грехи. Валерий Макущенко Валерий Макущенко Я говорю, ничего не заказываем тут. Я вам скажу, что через определенное время, во-первых, все, кто потом ко мне приезжал, говорили, так, вот туда-туда, и вот можно в этом ресторане фиш-супы. И мы приходили опять, и все мои друзья, вот 8 человек, представляете, приходят в ресторан, 8 человек садится, и только вот этот рыбный суп. И в определенный момент ко мне приехали гости. Я опускаюсь вниз в этот рыбный ресторан и заказываю им фиш-супы. Приносят нам суп. Я его пробую, а он другой. Я его приглашаю в владельца. Я говорю, суп трубой, вкус, мы из-за этого вкуса у меня все, они уносят, извините, ничего платить не надо. Я говорю, в чем дело, говорят, повод у меня. Но в конце концов, каким-то образом, они довели суп до того состояния, что вот ваш генеральный продюсер... Эффект остался доволен. Эффект был практически тот же. Может быть, это был не тот вкус, который был, но в общем-то, как бы... Вот, и с тех пор, когда мне приезжают мои знакомые, друзья, я, в общем-то, еду в этот ресторан, мы садимся и едим. Почему же ты грустишь? Почему же ты молчишь? Мы устроим нашу встречу в ресторане Гольдпиш. Я смогу тебя понять, ты за все меня простишь. Нам помогут стать другими этот вечер и Гольдпиш. Нам помогут стать другими этот вечер и Гольдпиш. Владимир, в деньгах счастье? Как человек, имевший дело с большими деньгами? Ну, понимаете, да, это связанные вещи, потому что, когда говорят, вот мужчина, да, или там, у него нет денег, значит, у него нет способностей, значит, у него нет энергии, значит, у него ничего нет, то, что он может поменять на деньги. Ну, взять что-то другое, да, когда говорят, вот у человека нет денег, это более емкое понятие жизненное, да, то есть человек все-таки должен обладать какой-то набором или знаний, или профессиональных навыков, или способностей, которые он может обменять. Если этого, если у него нечего менять, и нет денег, значит, ничего нет. Если есть деньги, значит, есть реализация, и тогда можно говорить, вот, совмещать это понятие, что все-таки в деньгах какое-то счастье есть. Ну, мне уже столько лет, что, в общем-то, день рождения перестало быть какой-то отчетом каких-то овек. Вот мы сейчас сидим в этом большом, красивом зале Русского дома на Фридрихстаде, вот одно время, каждый год на свой день рождения я устраивал большой концерт, приходили друзья, и вот, как бы, на моем дне рождения присутствовало почти 500 человек, много гостей, я представлял весь новый альбом, все новые песни. В этом году я поступлю таким же образом, ну, вот, стараюсь отмечать день рождения вот так, брать гитару, садиться на сцену, тушить в зале свет, и, как будто, с каждым на кухне. И вот сейчас, как бы, я начинаю петь новые песни, люди обсуждают, говорят, лучше, хуже. Из праздников, которые остались, ну, я не отмечаю день воздушно-десантных войск, уже давным-давно, но когда-то это было праздником. Ну, безусловно, в Германии праздник номер один – это Рождество, это Пасха, ну, и, наверное, для меня праздники, как бы ни хотелось, это дни рождения моих детей. То есть, это из того, что, ну, как сказать, всегда в голове. И всегда, как бы, к этому, ну, как отчеты, год каждый считается, как Новый год, потом вот, ну, как я говорю, год идет по праздникам, да, от праздника к празднику люди живут. Если сведи такие игрушки, что нужны только раз в году, будет даже плюшевый мишка позабыт в городском саду, их всегда достают с улыбкой, убирая с коробок гель. И слегка, обтерев салфеткой, наряжают пышную ель. Новогодняя игрушка, снежная королева, я наполню бокалы вином, вот и славно, что ты прилетела. Я зажгу новогодние свечи, принесу снег с ветвей дворовых. Это наш новогодний вечер, это наша ночь на двоих. В этот раз поступлю иначе, это ели только для тебя. Пусть другие в коробках плачут, Новый год, это ты и я. И салют, фейерверки, звоны, честь любимой, красивой моей. Будут мчаться по снегу кони, будет полон наш дом друзей. Новогодняя игрушка, снежная королева, я наполню бокалы вином, вот и славно, что ты прилетела. Я зажгу новогодние свечи, принесу снег с ветвей дворовых. Это наш новогодний вечер, это наша ночь на двоих. Это наш новогодний вечер, это наша ночь на двоих. Никогда ты не жалел о том, что много лет назад ты покинул родину, уехал? Да, были моменты, я жалел, что я... Какие-то были возможности на тот момент, там, где я жил, или, как мне казалось, которые я мог бы использовать, реализовать, которые я практически не могу сделать в Германии. То есть мой опыт оказался практически на 99% бесполезен в другой стране, в других условиях. Поэтому я думаю, что у меня в определенных направлениях реализация была бы кратно выше. Сейчас буду говорить крамольные вещи. Если бы я знал, начиная, выпуская первый альбом, как это все будет тяжело в эмиграции, я бы это никогда не сделал, скажу вам честно. Знал бы, да, я бы не начинал весь этот далекий путь. И я считаю, что, ну как, я что-то сумел сделать, вот в музыке подпрыгнул до какой-то высоты. Вот это моя вершина, я абсолютно не хочу сравниваться с кем-то. Вот это моя собственная вершина, мои собственные песни, они такие, какие есть. И, ну вот, вот все. Я не считаю, что я достиг каких-то больших высот в музыке и близко. Гораздо много удачливых, талантливых людей ушли намного дальше. Ну, это по общенародному признанию. Но, тем не менее, хочу, я доволен тем, что мне удалось... Может быть, я все-таки дотянул до этой фразы. Когда-то у меня были концерты с Татьяной Булановой. У нас было много, где-то 32 концерта совместных. Выходил конферансье и говорил, что вот артистов у нас не счесть, талантов у нас изобилия, но как тяжело перейти Рубикон, чтобы именем стала фамилия. Я слушал эту фразу, я только начинал. То есть, мои концерты были совершенно первыми. Абсолютно вот начальными люди только слушали, эти песни видели. И вот я думаю, что если я под эту фразу попал, то есть, мое имя, мое сделанное веще именно подходит под эту фразу, то я считаю, что что-то сделано. Что все-таки Вадим Кузимов стал каким-то, пусть небольшим именем, пусть небольшой звездочкой где-то там на небосклоне, в общем, звездном небосклоне шансона, то я, в общем-то, считаю, что вот я что-то сделал. Я здесь живу, не живу, тихонько лямочку тяну, по-русски мыслю и дышу, по-немецки говорю. С работы поздно прихожу, в Москву в приемник ищу, полжизни здесь, полжизни там. Кюрфюрстен, да, я под шафе, я под шафе. Кюрфюрстен, да, я под шафе. А я загружу себя в грузные сани, не раз по-плохим по счетам уплачу. На дядю Чижова сгорбачусь годами и в десять раз меньше взамен получу. И я попрошу вас, не помните злобы и резкой манеры общения моей. А если со мной что, то добрые люди не трожьте жену, накормите детей. Не трожьте жену, накормите детей. Поймаю уставшую птицу удачи и вместе с ней горя по горло хлебну. Не раз от веселья и грусти заплачу и с криком прорвавшимся голос сорву. И я попрошу вас, не помните злобы и резкой манеры общения моей. А если со мной что, то добрые люди не трожьте жену, накормите детей. Не трожьте жену, накормите детей. А я не подарок кому-то без чести не раз вспоминал в этой жизни чертей. Но где-то, надеюсь, неспетые песни споет кто-нибудь из моих сыновей. Споет кто-нибудь из моих сыновей. А я попрошу вас, не помните злобы и резкой манеры общения моей. А если со мной что, то добрые люди не трожьте жену, накормите детей. Не трожьте жену, накормите детей. И я попрошу вас, не помните злобы и резкой манеры общения моей. А если со мной что, то добрые люди не трожьте жену, накормите детей. Не трожьте жену, накормите детей. Насмотрят огромное количество людей по всему миру, не только в Германии. Что бы ты хотел им сказать, пожелать от автора и исполнителя Вадима Кузина? Вот думаю, что в жизни происходит много вещей. Каждый человек что-то в этой жизни делает. Единственное, что я бы пожелал самому себе тоже. Научиться получать удовольствие от мгновения жизни, которое у вас есть. Вот эта вот великая способность научиться получать удовольствие от жизни, в каком бы состоянии вы сейчас ни находились, и в каком бы возрасте, и в каком бы материальном положении. То есть вот я желаю, чтобы научитесь получать удовольствие от жизни, сделать из самого себя, ну, как сказать, счастливей хоть немножко. Способность заводить самого себя, и самому себе сказать. Все хорошо. Вадим Кузим, ты счастливый человек? Я к этому стремлюсь. Я стараюсь. Вадим Кузим на канале Шансон ТВ. Спасибо, Вадим, что пришел. Спасибо, что отчего наш вопрос. Спасибо вам за вопросы, Зай. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok